Профессор и доктор политических наук. Война цивилизаций, инсектоиды наступают. Так, инсектоиды наступают, Анатолий Иванович. Вас тараканы замучили, я так понимаю. Так, уважаемые коллеги, да, реплики уже были, у нас тараканы. У каждого свои тараканы. Муравьи, муравьи. И мы не задумываемся о том, а что ж это такое все-таки, отчего возникла эта фраза. Свои тараканы. В прямом или переносном смысле. Вокруг нас говорят, там уже десятки, сотни, несколько цивилизаций и так далее. А мы не обратили внимания, наверное, что как раз вот эти инсекты, то есть всякие насекомые, это тоже цивилизация. Причем она ведет давнишнюю, и скажу, небезуспешную войну с человеком. Родился человек, создался человек, или от Бога, или от природы, пока мы не будем это разбирать. А мы разбираем именно войну другой цивилизации с нами, с нашей цивилизацией. Если тараканы, сколько там миллионов лет живут у нас? Живут. Почти столько же, сколько человек. Далее. Ну, неважно. Сегодня. А что у нас сегодня? Сегодня у нас следующее идет. Хорошая фраза. Но смотрите, что еще писал великий Карл Скастанет. У нас есть хищник, вышедший из глубины космоса и захвативший власть над нашими жизнями. Люди, его пленники. Этот хищник наш господин и хозяин. Он сделал нас покорными и беспомощными. Если мы бунтуем, он подавляет наш бунт. Если мы пытаемся действовать независимо, он приказывает нам не делать этого. Они взяли верх, потому что мы для них пища. И они беззалостно подавляют нас, поддерживают свое существование. Ну, вроде того, как мы разводим сыплятку курятники. Они разводят людей-человейника. Таким образом, они всегда имеют пищу. Чтобы держать нас к ротости, они прибегли к изумительным маневрам. Разумеется, изумительно с точки зрения воина. Стратега с точки зрения того, против кого он направлен. Этот маневр ужасен. Они дали нам свой разум. Подумайте. Сами инсектоиды дали нам свой разум. Для чего? Ты слышишь? Хищники дали нам свой разум, ставший нашим разумом. Разум хищника изощрен. Противоречив. Замкнутый, переполнен страхом того, что в любую минуту может быть раскрыт. А мы сейчас эту матрицу набрасываем на человека подобного. И сходится все. Летуны – необходимая часть Вселенной. И их нужно принимать за то, чем они действительно являются. За вызывающих ужас монстров. Но на самом деле они являются средством, с помощью которого Вселенная экзаменует нас. Выдержим, победим. Если мы не выдержали, туда нам и дорогу. Мы – энергетический зонд созданной Вселенной. И поэтому мы владеем энергией, данной нам для того, чтобы Вселенная могла осознавать саму себя. Летуны – это безжалостный вызов. Их нельзя принимать ни за что другое. Если мы преуспеем, в этом Вселенная будет нас продолжать. Не пытайся от них отмахнуться. Вознамерь их прочь. Установи вокруг себя. Вознамерь – выгни. У вас вокруг себя энергетический барьер. Будь безмолвным. Этот барьер воздвинется из твоего безмолвия. Никто не знает, как это получается. Это одна из вещей, которые древние маги называли энергетическими фактами. Останови свой внутренний диалог. Вот и все, что требуется. Это из книги Карла Карстанеля. Какой? Ссылочка у меня есть, я потом скажу. Ладно? Ну, что сразу. Не, ну, скажем прямо. Я специально взял такую большую цитату. В ней очень много интересного. Например, когда об этом сказал Карстанель. Давным, давным сказал. А мы об этом еще не знали. Точнее, мы вроде что-то знаем. А вот логически построить какую-то схему и увидеть, а еще почувствовать, мы этого не можем. Отдельные, скажем, человеки это чувствуют. Не только видят, не только. А еще и чувствуют. Что вот, 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 вот это оно. Сейчас будем картинки смотреть. Человеческий муравейник не только рядом с нами. Мы в нем. Представьте, муравейник или пчел, то, что человек загнал пчел в уютный красивый домик и ничего не меняет. Система внутренних взаимоотношений обитателей этих домиков остается стандартной. Как внутри пчелиной улей, так и в тех пчеловинниках, которые сегодня понастроили очень наглядно по Москве. В других городах то же самое. Вертикаль подчинения и призрачный горизонталь равноправия. Демократия существует. Вертикаль подчинения и призрачный горизонталь равноправия. То есть демократия. Призрачная. Треть суток обитателей этих домиков отдыхают. Мы или пчелы, или насекомые. Инсектоидные. Спят. Треть передвигается по различным причинам. И треть тупо рабе. Отают. Не задумываясь о причинах своих действий. Кто мы и зачем. Почему мир устроен таким образом. Кем или чем и зачем он так устроен. Это уже поведение дебила биоробота по определению Дугина. Биоробот-дебил понимает речь. Он даже доктором наук может быть. Но он не понимает смысла. А смысл это первый вопрос. В смысле зачем это и какие будут последствия. Отдельные особи пытающиеся осознать и понять эти вопросы уничтожаются. И сегодня будет выступать у нас Евгений Коверьянов. Он расскажет как раз про это. Но снова и снова не появляется. И происходит очередной качественный квантовый скачок. И только создатель, творец все это знает. Но мы его не знаем. И слава Богу. Вот это немножко ответ. Кто нас создавал и так далее. Как это слава Богу? Я называю Богом совершенство. Энергетический сгусток, который все создал. И можно назвать его кем угодно. Хоть горшков, лежу печку. Материя почему не может создать? Дальше. В последнее время стала появляться информация о так называемых секторах. Сформируйте вопрос. Сформируйте вопрос. А в своем выступлении тогда позапишите. И по пунктикам все это мне и всем расскажет. Если эти лоиды могут быть в различной негативной активности к человеку, то инсектоиды однозначно агрессивно настроены к нему. Инсектоид это человек. Точнее человекообразный. Или похож на человекообразного. Сейчас чуть позже мы его рассмотрим. Агрессивный. И если первых мы можем видеть в материальном, то есть в физическом мире, то есть инсектоид, насекомых. Я, яви. То инсектоиды идут из мира Нави. Об этом хорошо рассказывает Бабылев Сергей. Слышали, видели. В своем программе «Зеленые лучи». Если у рептилоидных душа не в них, но рядом, то при подселении инсектоидов человекообразного и человекоподобного душа изымается и уводится. Отсюда пустые бездушные люди. Но подчеркиваю, отличие инсектоида от рептилоида, ну, признаков человекоподобных, которые в мире это признаки. Инсектоиды на сегодняшний день наиболее жестоко относятся к человекоподобным. Присутствие подселения инсектоидов определяется биолокационным путем. У нас есть Андрей, он с рамками хорошо работает. Я с мальчиком хорошо работаю. Это определить можно. Боковым зрением или ясновидящим. Они даже опаснее рептилоидных, то есть инсектоидных, так как совершенно ничего человеческого не имеют. Подчеркивает слово «ничего». Это энергетические вампиры. Встречались странные люди-насекомые в России. В 87-м году в Екатеринбурге был замечен гражданин с совершенно отрешенным неживым взглядом. Мы сейчас на картинках и посмотрим, я прокомментирую. Двигался он как робот. Справа и слева от мужчин шли два огромных человеком уровня. Скорее всего, землянин был ими похищен. В районе, о котором идет речь, как раз в те дни жители наблюдали появление НЛО и странного свечения в лесной зоне. Если мы изучаем что-то, например, наблюдаем жизнь пчел или муравьев, то почему не можем предположить, что и нас также изучают более развитые цивилизации, в том числе и эта цивилизация? Мы изучаем людей, которые до сих пор бегают с копьями и луками. Мы выступаем как более развитый вид, а в космосе, наверное, есть цивилизации более развитые, чем мы. Ведь даже некоторые артефакты, которые имеются на Земле, мы не можем объяснить. Нить каким образом не можем объяснить. Разводить руками и так далее. Можно говорить о случайном совпадении, что сейчас на пике интереса ко всему необычному вдруг в России заговорили о пище из насекомых. Зачем она человеку вообще, о рассеянии в частности? Мы то, что мы едим. Так кто мы? Но мы знаем еще и то, что насекомые нередко пожирают друг друга. Например, богомолы. Самка пожирает самца после спарования, а иногда даже во время унала. А почему человекоподобное пожирает самое себя в войнах, в химических различных отравлениях и напрямую в кафе на Западе? Правда, не правда там мясо, но у меня есть источники, где суды были, когда в наших кафе человечину подавали и травили семью. Если в Восло, столице Норвегии, создали парк взаимоотношений человека и рептилий, то наши братья славяне, белорусы, решили, наверное, не отставать от Норвежца и создали парк инсектоидов вместе с рептилиями своей столицы Минска. Сейчас посмотрим. Называется «Сад фонарей, макромир». Другой вопрос. А вот кому в голову пришла такая мысль? Раз. А кто делал это? Два. И третий. А зачем? Неужели у белорусов нет своих боготарей в рубашках расписных, там еще чего-нибудь, еще ничего-нибудь? Нет полезей в каких-то инсектоидах. Целый парк. Урубили кучу денег, детишки приходят в ужасе, потом психи сдвинутые. Встречайте посетителей богомол. В охотничьей позе насекомое, похоже на человека, сложившего руки в молитве. А сюда и название. Давайте-ка немного подумаем. Когда происходит молитва в некоторых так называемых храмах, а ведь это нападение на человеческий мозг, на человеческое сознание, на человеческую энергию. Давайте вот такие аналогии посмотрим. Понимаете? Необходимо уточнение. Инсектоид – это насекомое. Инсектоид – это люд внешне, как человек, а по своему социальному поведению повторяет поведение инсекта. В том числе и ядовитоват. Можно ли считать инсектоидом человека внешний покой, имеющий признак инсекта? Я считаю, что необходимо были полные изучения такой особи. Но несколько перефразив известное лечение можно сказать, что встречает по внешним признакам, в том числе и по его социальному поведению, а провожает по его делам. Но не нужно забывать, что снаружи, то и внутри. Конечно, имеется в виду внутри его духовное. И рано или поздно, но внутренне проявится, как подтверждение внешнего. Тем не менее, инсектоиды находятся в тонком плане, как утверждает Сергей Бабалев, и подселяются в человека. Отсюда наше поведение. Кому-то хочется убить, зарезать, нагадить и так далее. И вообще просто уничтожить, как особь. Даже не противоположно, а просто как особь уничтожить. Чего они боятся? Как с ними бороться? А теперь давайте интересная вещь. Это полынь, лаврушка, воздика, черный душистый перец. Интересно, что часть из этих трав входят в лечебные сборы по уничтожению внутренних паразитов червей у человека. А вечеринка – это переходной вариант у некоторых инсектоидов. Ну, куколка, понимаете? И вот таким способом можно человек это и знать. Есть другие способы. Но просто то, что рядом с вами трава, которую они не любят. И проверка для нас с вами, кто любит полынь, а кто не любит. Дал понюхать. И сразу проверил, кто рядом с тобой. Помните, какой соц. Ты проверяй, какого полу твой сосед. С того информации, что на нас доходит, в основном одни разумные особи выходят из воды, другие час прилетелы с небесной и так далее. Правда, наша историческая наука начинает говорить правду, изучать поведомое и неизвестное. По картинкам. По картинкам. Поехали по картинкам. Итак, первую картинку смотрите. Ничего не пью пока. Что это такое? Как вы думаете? Синяя. Так это кто такое? Нет, по рожам или лицам даже нельзя назвать. Лягушка. Нет. Ближе все-таки, по-моему, к богомолу. Консектурию. Нет. Даже не богомол. Богомола, фасеточные глаза. Похоже даже на каких-то рисующих зеленых человечков, которые нас пугают. Где-то они свалились с небес. Да? Следующие какие-то? Следующие. Могомола шесть конечностей. Чего? Чего это? Шесть конечностей. Колесико, колесико. А, вот. А вы знаете, что это такое? Теперь читайте, уважаемые. А там все... Это детский фестиваль. Для детей показывают вот эти страшилки. Точнее, не показывают страшилки. Это их сознание переделывается, переламывается, перемалывается. С одной стороны, вы знаете, а может быть это и полезно. Если завтра будут на институте бегать рядом с нами по улицам, то у нас шока не будет. Точнее, у наших детей шока не будет. А с другой стороны, это формирование того образа, каким мне быть. Это мода пойдет. Понимаете? Это в заряде. Это в заряде. У нас в Москве фестиваль, путешествия, оркестр и так далее. А ну-ка посмотрите, что это за штучка. Это там же, на этом фестивале. Это на детском спектакле. Помните наши детские спектакли? Там Мишка бегает. Все человеческие лица в спектакле, да? А если волк, то с мордой волка там. Человек с человеческим лицом. А это что такое? Это что такое? Это для детей показывают. Для детей, подчеркиваю. Я всегда занимаюсь больше социальными проблематиками. Потом для детей показывают. Потом это будет сниться им, да? Это да. А это психика. Это тоже там же. Это маски такие там. Понимаете? Далее. Это тоже там. Вот. Вот. Даже продвинутый у нас Александр Иванович не верит. Все это детям там показывают. Далее. А это что такое? Это наши братья-славяне в Минске. Музеи, не музеи, под открытым небом. Включают ночью. Это все светится. Это все внешне вроде привлекательно. На подсознание действует. На подсознание, да. Но иногда и на сознание дети уходят и плюются. Как ужас. Им страшно становится. Детям страшно становится. Но это только на уровне сознания. А на подсознании все это отпечатывается. Понимаете? А это рептилии? Кто там критиковал меня когда-что рептилии? У меня один раз один отзыв написали после выступления здесь. Ты профессор? Черт нос и что ли веришь в каких-то рептилии? Я не верю. Я это вижу. Я это слышу. Я это знаю. А вот он, пожалуйста. Да. Он встречает всех входящих в этот парк. Под него проходит. А вы знаете, что это съем энергии, когда проходишь под... У нас по настрою сейчас вот этих арок везде. Это съем энергии. Съем энергии для кого? Для него. Для Богомого. Нет, там есть дальше. Дальше и есть. Где? Нет, там уже так крутится. Ну где? Саша. Чего он не крутится? Он не крутится. Значит, отобавился. Сломали. Не крутится. Чего сломали? Не надо ломать. Ну почему он не леется? О, поехал, поехал, поехал. Вот он красавчик. Ну видно и такое заболевание. Да, боковое. Дальше. Я специально это увидел. Этот красавчик. Это пчела. Это оса. Пчела. Ну видно такое. А вот красавка. Это муха. Муха-ЦЦ. Смертельный нукус. Они против нас воюют. Сарамча нам экономическую урону делает. ЦЦ и различных, более десяти видов. Просто нас убивают. А другие. Здесь у меня нету, правда. А другие переносчиками являются смертельных тяжелых заболеваний. Вот их оружие. Это напрямую их оружие. А те, которые внедряются в человека, идут с автоматом и убивают. И травят. Вспомните японские, вспомните немецкие лагеря и так далее. Можно вопрос? Вот. Сейчас, секундочку. Эти голубь богомола осы мухи-ццте. Все ядовитые. Некоторые японские шершень, муравьи, кочевники, блохи, скорпионы. Но некоторые узнают, что мауки-скорпионы – это животные.